Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые наши телезрители! На канале Россия свою работу продолжает телевизионное утро пятницы. Сегодня в нашей студии мы встречаемся с теми, кого ждут. Ждут в городах, ждут в аулах и селах, ждут во всех населенных пунктах республики. Без услуг, которые они сегодня оказывают населению, сложно представить современную жизнь. Кто это? Об этом вы узнаете сразу после прогноза погоды на нашем канале. Не переключайтесь! Мы с нами до плюс 28. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14. Температура ночью 17-19, а днем 32-34 градусов тепла. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем телевизионное утро пятницы. И я хочу сказать, что в ближайшие выходные сотрудники службы почтовой связи России отмечают свой профессиональный праздник. И сегодня у нас в гостях лучшие из лучших представителей этой системы. Я с удовольствием вам представлю своих гостей. Итак, у нас в студии сегодня Фатима Шауова, заместитель начальника отделения почтовой связи города Черкеска. У нас сегодня в студии Светлана Сигачева, начальник отделения почтовой связи Ремгорского Учгутинского района. Доброе утро! Доброе утро! У нас сегодня в гостях Светлана Кравченко, начальник отделения почтовой связи Корджинова Зеленчукского района. И Зарета Тикеева, начальник отделения почтовой связи города Черкеска. Доброе утро, уважаемые дамы! Доброе утро! Спасибо вам огромное за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию. Я с удовольствием сегодня нашим зрителям раскрою и секреты вашей работы, и секреты, наверное, вашего общения с теми, кому вы посвящаете уже не один десяток лет работы почтовой связи. Светлана, 17 лет работы на почте. Простите, пожалуйста, как вас занесло? Даже сама не знаю, но предложили работу почтальона в начале, в 2003 году. Я согласилась, мне очень понравилось. Мы доставляли как письменную корреспонденцию, так и пенсию. Село у нас сравнительно небольшое. Всего 1500 жителей тогда было у нас. Пенсионеров чуть меньше, конечно. Но очень понравилось. Сперва ко мне с опаской так относились, но потом уже все хорошо. Кто Светланой называл, кто Светиком. Но сейчас уже как бы в должности начальника называют наша дорогая. Здорово. А знаете, о чем хочу спросить? Ну вот как-то представление почтальонное, особенно у молодых, да, складывается по мультику. Почтальон Печкин с его пресловутым велосипедом. Вам приходилось транспортом таким пользоваться? Нет. Ну, конечно, предлагали, но не пользовались. Легче пешком, надежнее пешком. Сейчас вы начальник отделения связи, да, Пачту? В чем заключается ваша работа сегодня? Ой, у нас в прошлом году мы попали в федеральную программу. Нам сделали очень хороший ремонт. Спасибо большое за этот ремонт. Очень помогли нам наш директор Лайпанов Ахмат Магомедович и моя непосредственная начальница Зубкова Ирина Ивановна. Они очень корректировали этот ремонт. Приезжали очень часто. Ну, смотрели недоделки там, в общем, советовали. Очень хорошо сейчас у нас. Новая мебель. Очень прекрасно. Конечно, услуг сейчас у нас еще больше стало. Вот в связи с модернизацией у нас уголок здоровья нам сделали. Это, в общем, тонометр, в общем, можно сатурацию померить, бесконтактный термометр. И эти услуги, ну, как бы пользуются мои приборы даже спросом у населения. Правда? Да. Так что, и вот некоторые услуги МФЦ мы можем оказывать, в общем, подтверждение восстановления учетной записи. А так, как и все принимаемые, коммунальные платежи все. Очень много посылок сейчас отправляют из отделения. Так что, как бы работа, ну, сейчас все компьютеризировано. Конечно, очень нравится мне. Замечательно. Вообще, мы же понимаем с вами, что мы живем в 21 веке, когда век всевозможных технологий. И если мне сегодня говорят, я тебе высылаю письмо на почту, то это понятно, что письмо пойдет на электронную почту, на адрес моей электронной почты, либо по WhatsApp, да? То есть, в какой-то степени, конечно, современные технологии, они облегчили работу и вам, прежде всего, как сотрудникам связи, и нам, как пользователям всех предлагаемых услуг. Тем не менее, вот, Фатим, а вы, вы не так давно работаете сравнительно, да, на почте? Пять лет. Вы, когда шли на работу, чего вы там ожидали увидеть? Честно, ожидала. Вообще не ожидала увидеть то, что увидела на самом деле. Я думала, там вот в основном люди такого предпенсионного возраста сидят там со штайпиками, с сургучом, там заклеивают все в ручном варианте. Но на самом деле все оказалось по-другому. Там основная масса молодых вообще, отработников. Почтальоны больше, постарше уже возраста, это почтальоны им переходят. И люди у нас работают по 30-40 лет. Вот я говорю за свое отделение. Там они и так любят свою работу. Они попробуем вовремя не распечатать эти накладные. Они делают все, почтальоны. Они все доставляют, включая и розницу, товар на сегодняшний день. У них есть МПКТ в машинке, они прямо там могут принимать коммунальные услуги, почтальоны. Все стало новое. Я не ожидала этого увидеть, честно. А операторы в зале, это считаете, мне кажется, оператор Почты России может работать в любой организации. Вот честно. Ну, например, в какой? Да в любой. Мы принимаем кредиты. Это банковская система, да? У нас Почта-банк, мы выдаем карточки. Дебет, дебетовый кредит, любую карточку выдаем. Мы подтверждаем эти учетные записи. ФСГ, полностью оплата коммунальных услуг, страховок, штрафы, ГИБДД. Все у нас проходит. Любой штраф, там около 12-17 видов штрафов, у нас все можно оплатить. Посылки, это, естественно, письма. Все письма всех организаций, которые судебные, я имею в виду, письма, там Горсуд, Арбитражный, Верховный суд, они к нам приносят, у нас очень большой объем писем. Очень. Ну, это в основном по безналичному расчету работает, через юридический отдел отправляет. А в оперзале у нас минимально около 300 писем в день принимается. Это я имею в виду только физлица. То есть 30 человек проходят через отделение? 300 человек. Это только писем, я имею в виду, заказных. Ну, простые, я о простых вообще речи не веду сейчас. Ну, плюс там ценные письма, это, которые с описью вложения, это в основном отправляется, чтобы, ну, для судебных дел. Это очень большой поток людей. В среднем 250 человек в день. Это в среднем. Даже, можно сказать, и больше. Работаем по электронной очереди. Это то же самое. Я же говорю, вот, вот, любой наш оператор может работать в ОФЦ, в банке, где угодно. Конечно, сегодня вашу службу нагружают много чем, чего раньше вы не делали, да? Да. Заря, расскажите, пожалуйста, что сегодня, вот, в частности, вот, ваше отделение связи в Черкесске? Если сравнить даже с тем, что я вот работаю уже 12 лет на почте, если сравнить с тем, что я когда начинала, и вот сейчас, сейчас почта оказывает очень широкий спектр услуг. Ну, это, я считаю, это очень удобно клиентам. Прийти на почту, вот, одним походом, можно, несколько дел можно решить. Ну, или сделать, например. Можно закоммуналку оплатить, что-то получить. И вот сейчас последние эти, вот, новые, что ввели, это почтобанк. Если мы раньше как-то вот поверхностно работали, мы просто создавали заявки, сейчас есть у нас возможность, ну, или клиентов прийти, уже получить на месте кредит наличными, или кредитные карты. То есть вот с почтобанком. Ну, и остальные коммунальные услуги, это всегда были на почте. За телефон, за интернет оплаты, штрафы. Очень много услуг. Практически. Да все, по-моему. Девочки, вы знаете, мы учимся все. Вот сколько мы работаем, столько мы учимся. Вы повышаете уровень своей квалификации? Каким образом? Каждую неделю мы проходим специальное обучение. После обучения идут тесты, то есть вопросы. Это каждую неделю мы проходим. Еще дополнительное обучение, если что-то новое вводят, дополнительно проходим то же самообучение. Это как онлайн идет? Да. Самооценка. Знаете, мы должны пройти самооценку каждую неделю. Это ежегодно? Ответь. Нет, еженедельная самооценка. А что такое самооценка в вашем случае? Мы отвечаем. Что мы делаем? Да. Что мы предоставляем? Это вот внутреннее, в основном идет внутренняя операция, что мы делаем. Проходят какие-то конкурсы именно по лотерейным билетам, как выставлен товар, какие акции проходят. Это все ли мы соблюдаем? Мы должны оценить сами себя. Мы правильно работаем? А вы оценку объективную даете своей работе? Нас постоянно контролируют. Конечно. Конечно. У нас есть супервайзеры, которые постоянно приезжают, смотрят. У нас постоянно проверки и со Старополя, и с Москвы. И причем почта постоянно что-то обновляется. Вот пять лет я живу, работаю, и постоянно что-то новое. Новое, новое внедряется. И мы должны это знать. Если мы это не будем знать, как мы объясним это клиенту. Естественно, нас должны проверять и смотреть, изучили мы этот материал или нет. И ответить правильно, правду сказать. Вообще вы правильно говорите. Вы должны выходить на пользовательскую аудиторию. Конечно. То есть если я как пользователь не знаю, что сегодня вы мне можете предложить, как же вы можете это предложить? Все, уже отношение будет другое. Знаете, слушаю и понимаю, что как бы там ни было интернет-интернетом, но без вас никак, никуда. Как ни крути. Да. И я понимаю, что вы ежедневно сталкиваетесь с людьми. То же самое. Работаете ли вы как-то с жалобами? Конечно. Мы должны каждый день заходить. Пять баллов называется. И отрабатывать все жалобы, если есть. А заходить куда? У нас есть такая программа. Пять баллов. Заходим, у нас у всех есть на экране, я думаю. И мы все туда заходим. Там не только жалобы. Вот если человек неправильно там посылку оформил или что-то, они приходят, пишут заявление, мы отправляем, потому что эту посылку все-таки выдали. Или дослали, или что-то. И вот точно так же мы это делаем. Когда там нам присылают по пяти баллам какую-то заявку, мы должны отработать ежедневно до обеда. Мы должны это все сделать. И соответственно ответить на все жалобы. Мы обязаны это сделать. Но раньше это все было через электронную почту, а сейчас... Да, вот это тоже считаю очень удобно. Сразу на месте отработали, это моментально. Вот это заявление, жалоба сразу на месте отрабатывать. А бывают у вас, извините, жалобы неадекватные? Давай. Бывает. Расскажите мне самую неадекватную жалобу. Вот в каком-то личном плане. Светлана, на вас жалобался кто-нибудь? Ну, жаловались, конечно. Ну, они в каком плане? Что вот вроде бы получили пенсию, но они не сохранили данные за прошлый месяц. И говорят, вот, у нас не такая пенсия была. И вот они жалуются, вот... Не додали, не донесли. Да, приходят вот эти моменты. А так... Ну, наверное, это люди все-таки очень такого преклонного возраста. Да, да, да. Они же забывают. И вот им кажется, что что-то не так вот с их пенсией. Хотя, если показываешь документ, который они подписывали, все сразу становится хорошо. И просят прощения, что неправильно вот сказали, подумали. Все хорошо стало. А из себя частенько выходите? Нет. Судя по общению, по-моему, никогда. Нет. Светлана, а у вас было какое-то такое, курьезное какое-нибудь такое? Да, относилось оно не ко мне, но он... Однако же прилетело мне. Ну, поделитесь, посмеемся вместе. Ну, как-то отправитель отправил посылку в мое отделение. И человек, когда получил, там можно в приложении оценить отделение. И я не знаю, куда там смотрели и что нажимали. Ну, в итоге написали отзыв, значит, неприятное, некрасивое с накачанными губами. Вот так мне написали, да. Потом, когда... Ну, это видно, откуда писали. Писали с Питера. Ну, то есть, ну, я никак не могла к этому относиться. Но, однако, прилетело мне. Губы натуральные явно не ко мне. Ох, видел бы он, кто получал эту посылку и кому прилетело за такой нелепый комментарий. Да. Отвравительный. А таких, ой, всего не вспомнишь. Ну, в основном, все-таки хорошие. Хорошие отзывы. Да. Такие жалобы иногда, просто смеешься. Почему у вас холодные сиденья? Холодные сиденья? Да. Вот жалобы. Почему в зале холодные сиденья? Что-то... Я долго думала, что на это ответить. И что ответили? Деньги буду говорить. Не хватает этих самых лет пониже спины, чтобы обогревать эти самые сиденья. Вот я сел и замерз. Почему там холодно? Все. Ну, я все-таки думаю, что наши телезрители, которые посмотрят сегодня и услышат в свой адрес вот такого рода критику, ну, больше не будут ничего подобного себе позволить. Будем очень на это надеяться, что... Ну, в основном хорош. Ваш труд оценивается объективно. Что... Ну, не то, чтобы совсем не бывает никаких промахов, правда? Ведь почта — это такой огромный фронт работы, что, ну, не ошибиться, ну, было бы даже сложно. Мы не отказываемся и извиняемся, если что-то там... Да. Мало ли, потому что все мы люди, мы же не роботы, в конце концов. Не ошибаются, кто ничего не делает. Конечно. Вы знаете, я что заметила? Вот вы коснулись ремонта. Ведь за последние годы, ну, пользователю услуг почтовых нельзя не заметить, что произошло в этой сфере. Ну, во всяком случае, в Черкесске. Я не знаю, Светлан, как у вас, в Курджине, в Черкесске все отделения отремонтированы. Все для пользователя услуг сделано. Это очень приятно. И, ну, хочется большое спасибо, наверное. Спасибо. Да, как вот вы говорите, я не знаю, кто непосредственно к этому приложил руку, но очень приятно, что для людей все делается. И для сотрудников почтовой связи, и для тех, кто приходит к вам за... Когда в отделение приходят, всегда говорят, очень хорошо, очень хорошо. Вот просто сразу говорят, очень красиво, говорит, радуются тому, что вот мы работаем в таком месте. И красиво, очень действительно красиво сделали. Будущее заборное. Ну, в таком случае, в таком случае, у вас есть у каждой сегодня возможность поздравить своих коллег? В преддверии праздника я хочу пожелать своим коллегам счастья, здоровья, успехов в работе. Ну, а для всех нас мирного неба. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо вам. Заред, что вы хотите пожелать своим коллегам? Очень хочется пожелать, конечно, всем здоровья, всем счастья, которые с нами работают, которые с нами практически 24 на 7 на связи, которые нас всегда поддерживают. Это наши инструктора, наше начальство, наш директор. И я очень надеюсь на дальнейшую работу с ними. Здорово. Патин, вы присоединяйтесь к поздравлениям. Да, присоединяюсь к всем поздравлениям и здоровью. И самое главное, чтобы каждый работник все-таки Почты России с радостью с утра встал и пошел на работу. С желанием. Если работать с желанием, если у тебя есть желание идти на работу, то это уже счастье. Я обожаю наш коллектив. Я не представляю вообще себя без наших. Можно я их всех озвучу? Можно. Вот. Баранова Любовь Григорьевна. Рябых Татьяна Дмитриевна. Это наши старейшие работники Почты. Татаринца Ирина Николаевна. Морозова Светлана Николаевна тоже. Чернышова Людмила. Терехов Игорь, который постоянно на велосипеде, кстати, Почту развозит. Столярова Левтина. Я почталенов только называю пока. Попова Оля. Понимаете, это люди, которые за свою работу, они вот просто душу. И начальник, я замначально. Начальник отделения нашей Анжелы, Бестова Анжела Менглебеевна, она вот просто живет на этой почте, честно скажу. Она переживает за каждый шаг наш и за все. И, ну, трудно, много работы, но как бы легко в том, что у нас всегда есть поддержка. Вообще хочется тоже отметить коллектив свой непосредственно, и свой родненький девочке привет. И Зеленчукский почтамт, и девочек, которые с нами правильно отметили 24 на 7, наш инструктор Елена непосредственный. Всем хочется сказать спасибо. Работаем дальше. Спасибо вам большое. Спасибо. Принимаем во внимание вашу природную скромность. От вашего имени я, друзья, уважаемые телезрители, еще раз поздравляю всех сотрудников почтовой связи России с наступающим праздником. И пусть все-таки сегодня прозвучит для вас этот музыкальный подарок. Я прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого-самого доброго. Смотрите наши программы на канале «Россия». И до свидания. До новых встреч в эфире. Письма, письма лично на почту ношу, словно я роман с продолжением пишу. Знаю, знаю точно, где мой адресат в доме, в деревной полесах. Где же моя темноглазая, где Волок, где, 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 Волок, где, где, в доме, где резной полесах. Где же моя темноглазая, где Волок, где, 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 Волок, где, где, в доме, где резной полесах. Шлю я, шлю я ей за пакетом, пакет. Только, только нет мне ни слова в ответ. Значит, значит, надо иметь их в виду. Сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду. Волок-дук-дук-дук-дук-дук, сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду. Волок-дук-дук-дук-дук-дук, сам я за ответом приду.